Спонсор рубрики «Что есть?» Кунгурский молочный комбинат. Свежее молоко и кефир теперь в новой упаковке. Талант кулинара, качественные исходные продукты и проверенный рецепт. Вот, пожалуй, и всё, что необходимо для удачного блюда. Любого десерта не исключение. Однако с исключительным дополнением в талант кулинара, в случае с десертами особенно, должен быть вхож талант оформителя. Скромно постараемся этому соответствовать. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, с чего же начнём наше десертотворчество? Конечно, с повторения, традиционно десерт – завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина. Однако, примечайте, то, что десерты – обязательно блюда сладкие, это и согласно словарным статьям далеко не обязательно, равно как и то, что далеко не все сладкие блюда являются десертными. Запутались? Объясняемся. К примеру, в китайской кухне масса кушаний со сладким или кисло-сладким вкусовым оттенком. И сладкое мясо – не редкость, но разве что это десерт? Или, с другой стороны, классическим французским десертом считается сырная тарелка. Удивительно вкусно, но сластей, думаю, разве что выборочно и гурманам, разбирающимся в тонкостях, каким сыром после какого себя побаловать. А вот и еще не сладкий пример. Традиционным десертом в кухне русской являлась черная икра. И так можно вспомнить, что и шоколад когда-то был непривычного нам вкуса. Сахара в Америке до прихода европейцев не знали. Но давайте все-таки о сладком. Обычай употреблять в конце трапезы сласти широко распространился в Европе только в 19 веке. До этого привилегия сладко есть была доступна только людям богатым. И при составлении десертов собственных, думаю, неплохо бы это помнить. Есть время на приготовление десерта, пусть даже самого незамусловатого, уже роскошь. И определенно нужно ценить сезонные радости, буквально подвигающие к подобным произведениям. Да, я об абрикосах. Десерт готов, можно пробовать. Абрикосовый десерт. У абрикосов удалить косточки, в кастрюлю влить половину литра холодной воды, всыпать сахар, помешивая, довести до кипения, положить абрикосы, варить на медленном огне минут пять. Потом абрикосы достать шумовкой, а сироп уварить половину. Далее вернуть абрикосы в кастрюлю, добавить миндаль и кедровые орехи, варить еще минутки-две, после снять с огня и охладить. При подаче добавить натуральный йогурт, украсить мятой и любыми ягодами. И отдельно хочется заметить, и салаты с абрикосами возможны, и соусы к мясу тоже. Но согласитесь, природный сахар, который содержится в абрикосах, а его бывает до 30%, и десерты идут рука об руку. Все-таки мы привыкли, что десерты – это сладкое. Сладкого нам сегодня, и до свидания. С вами была Жанна Соловьева. Пока.